В Православной Церкви 4 ноября отмечается праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Эта икона почитается как чудотворная. Дата празднования была установлена в знак благодарности чудотворному образу за избавление Москвы и всея Руси в 1612 году от поляков. Другое название этого праздника – Казанская, Зимняя Казанская, Бабья Заступница. Эта икона считается одной из самых почитаемых в Православии, поэтому очень важно знать приметы на 4 ноября, чтобы провести этот день правильно. Праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз невелик, да стоять не велит», – говорили наши предки. В это время можно было обновить санный путь. «Выезжай на Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади», – говорили в народе. Считается, что Казанская икона Божьей Матери обладает огромной магической силой. Она исцеляет даже тяжело больных, излечивает слепоту, а также защищает от врагов. В народе этот праздник считался женским, поскольку Бога Матери – покровительница прекрасного пола. Обычно с этого времени начинались настоящие зимние холода. Поэтому 4 ноября хозяева открывали погреба для проветривания, чтобы продукты, хранившиеся в нем, не испортились. К осенней Казанской возвращались с заработком мужчины, которых женщины встречали богато накрытыми столами. Обязательно в этот день готовились мясные блюда. Ставилась на стол картошка и квашеная капуста. Также хозяйки пекли караваи из белой муки, готовили блины, фаршированные курятиной, жарили пирожки с яичной начинкой. Старались как могли порадовать своих мужиков, голодных и исхудавших, за время работы на чужбине. 4 ноября старались без надобностей коней не запрягать, но если надо было отправиться в путь, то обязательно благословляли наездника иконой Божьей Матери. После отъезда ставили рядом с иконой толстую свечу, чтобы она освещала дорогу уехавшему и оберегала от всех возможных в пути проблем. На осеннюю Казанскую назначались поздние осенние свадьбы, чтобы сама Богоматерь благословила на долгий и счастливый союз. Наблюдали в этот день и за погодой. Так, если шел дождь, то по приметам молодых ждет удача и гармония в браке. Если же осадков не предвиделось, то, согласно примете, супруги скоро расстанутся. Кстати, по этой причине некоторые даже переносили свадьбу на другую дату. Традиционно 4 ноября хозяйки перестилали постельное белье и меняли нательные рубахи на чистое. Во-первых, это праздничный день, а во-вторых, считалось, что Богоматерь благословит эти вещи и подарит здоровье и удачу. Если в семье начали часто возникать конфликты, то супругам нужно было пойти в храм и у иконы Казанской Божьей Матери попросить наладить отношения. Она всегда помогала, вносила в семью благополучие и гармонию. Женщины для продления своей молодости проводили на осеннюю Казанскую такой ритуал. Встав на рассвете, они шли в лес и рвали с трех деревьев женского рода – ива, береза или акация, лисья. Затем складывали их в виде веера и обмахивались. Согласно поверью, после нескольких взмахов женская привлекательность еще год сохранится. К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. В народе говорили, кто на Казанской женится, тот счастлив будет. Об удачном браке складывали поговорки и приметы. В народе говорили, выбирай корову по рогам, а девку по родам, то есть по родителям. Добрая жена до жирной щи, другого добра не ищи. Жениться скорее в дому прибыльнее. Если же девушку замуж никто не звал, она совершала специальный обряд. 4 ноября она вставала рано утром и отправлялась в березовую рощу, чтобы найти лист, обернутый в иней. В такой лист нужно было глянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов. Народные приметы предупреждают, что 4 ноября в праздник Казанской иконы Богородицы нельзя делать тяжелую работу, поскольку этим можно привлечь в свою жизнь сложности, беды, тяжести и невзгоды. В сегодняшний день надо посвятить молитвам и покаянию. 4 ноября нужно посетить храм, где набрать воды, которую нужно добавлять в грудное молоко матерям, чтобы ребенок был спокойным и здоровым. Также эту воду добавляется в питье больным для скорейшего выздоровления. А также нужно ее пить всем, у кого неспокойно на душе. Не рекомендуется проводить день иконы Казанской Божьей Матери в одиночестве, особенно в вечернее время. В этот день надо наготовить разных блюд и пригласить отужинать близких, родных и соседей. Считается, что чем больше за столом будет гостей 4 ноября, тем больше счастья ожидают хозяев дома. Гости же могут подарить Казанскую икону Богородицы. Она защитит семью от горести и печали. В народе считается, что не стоит в этот праздник влюбленным признаваться в своих чувствах, не будучи уверенным в их взаимности. Зато рекомендуется именно на 4 ноября назначить свадьбу. Считается, что пара, заключившая брак на осеннюю Казанскую, проживет долгую и счастливую жизнь. В праздник Казанской Божьей Матери нельзя отправляться в дальний путь. Дорога будет полна неприятностей и обманов. Есть вероятность краж, аварий, а также знакомств с нечестными и меркантильными людьми. Согласно народным поверьям, запрещено 4 ноября жаловаться на любимого человека. Сегодняшнее недовольство может привести к ссорам и скандалам. В этот день лучше промолчать о недостатках второй половинки. Тогда все очень скоро уладится, и в отношениях воцарится любовь и полная гармония. В день Казанской иконы Богородицы незамужним девушкам нельзя сидеть одним дома. Утром им нужно сделать три глотка святой воды и съесть горбушку хлеба. Больше ничего есть нельзя. После этого следует пойти в храм, где попросить Богоматерь поскорее найти суженого. Считается, что если провести такой ритуал, то есть вероятность, что уже в этот день девушка встретит свою любовь. Считалось, что 4 ноября является границей между осенней погодой и зимней. Поэтому и говорили, что утром на Казанскую дождь, а вечером снег. Народи верили, что кто сегодня влюбится, тот никогда не расстанется. Погода на Казанскую расскажет о зиме. Ясный день 4 ноября жди холода. Туманное утро, три дня оттепели впереди. Нет на Казанскую дождя, примета, что не будет весной урожая. В народе считается, что человек, крещенный 4 ноября, будет всегда находиться под защитой Бога Матери. Считается, что тот, кто сегодня плачет, тот, по приметам, еще 40 дней печалится будет. Поссорившиеся на Казанскую скоро помирятся. Народи верили, что кто сегодня с кровати упадет, тому нужно подумать о своем поведении. Это знак от Божьей Матери. Если сегодня лучина или свеча постоянно тухнет, это примета к печальной вести. Возможно, кто-то серьезно заболеет. Если деньги в этот день потерять, нужно подаяние дать, и они вернутся. Рожденный на Казанскую считается человеком счастливым в делах любовных, но не финансовых. У такого человека редко, когда деньги в карманах задерживаются. Он всегда придет на помощь друзьям, но и отомстит врагам, поэтому с ним лучше не ссориться. Народи верили, что если в этот день погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, то припасы никто не тронет. Считается, что родившиеся 4 ноября отличаются трудолюбием. Носить им следует хризалит, как оберег. По церковному православному календарю 4 ноября отмечают именины люди с такими именами. Александр, Василий, Владимир, Вальдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар и Иван. А также Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор и Ян. День Ангела сегодня отмечают женщины, которые носят имя Анна, Гликерия и Елизавета. Что категорически нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери. В народе считается, что в этот день нельзя давать милостыню и помогать бездомным. Считается, что если в этот день дать милостыню и нищий к тебе коснется, то прицепится порча, а также можешь забрать бедность и нищету в свою жизнь. Нельзя сегодня ныть и жаловаться. Резонные замечания в этот день будут уместны, а вот жалобы и капризы сделают только хуже. Нельзя в этот день ссориться, спорить, злиться и проявлять другие негативные эмоции. Нужно постараться, чтобы день иконы Казанской Божьей Матери прошел в мирном и хорошем настроении. Тогда вы получите заряд везения и положительных эмоций на длительное время. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok